Хотел бы сделать короткое напоминание, посредством которого хотели бы напомнить всем людям о священной земле под названием Палестина и подтвердить то положение нашей акиды, которое предписывает лояльность и вероятность по отношению к этой земле, а также привести хадисы, в которых упоминаются все ее достоинства и достоинства ее мечети и несущий дозор в ней, и о событиях, которые произойдут в этой земле ближе к судному дню. Сделать это мы хотим посредством распространения достоверных хадисов. И мы, и наши проповедники должны изучать эти хадисы сами и обучать им людей, особенно в наши дни, когда почти не слышно голосов, требующих соблюдения ущемленных прав мусульман в Палестине, которая оказалась под властью евреев, сианистов, один из наихудших из творений Аллаха, которых ждет суровое наказание. Передается слов Абу Хурейру, что посланник Аллаха сказал «Не настанет этот час, пока вы не сразитесь с иудеями, и пока камень, за которым будет находиться иудей, не скажет, о мусульманин, за мной скрывается иудей, убей же его». А в другой версии этого хадиса, который приводит имам муслим, сообщается, что посланник Аллаха сказал «Не настанет этот час, пока мусульмане не сразятся с иудеями, когда иудеи станут прятаться за камнями и деревьями, а камни и деревья будут говорить, «О мусульманин, позади меня иудей, иди и убей же его». И это скажет каждое дерево, кроме Гаркада, ибо Гаркад относится к числу иудейских деревьев. Также передают от Ибн Умара, что посланник Аллаха сказал «Иудеи будут сражаться с вами, и вы одержите над ними верх». И в это время даже камень станет говорить «О мусульманин, это иудей прячется за мной, так убей же его». Это радостная весть мусульманам от посланника Аллаха, что будут даже камни говорить «О мусульманин, за мной прячется иудей, убей же его». Даже камни будут свидетельствовать против этих ничтожных людей. И поистине мечеть Аль-Акса, вторая из мечетей, построенных на земле. Как передает Абузар, я сказал «О посланник Аллаха, какая мечеть была построена на земле первой?» Он ответил «Мечеть Аль-Харам». Я сказал «О посланник Аллаха, а потом какая?» Он ответил потом «Мечеть Аль-Акса». Я спросил «А сколько между ними?» Он ответил «40 лет». И потом сказал «Где бы тебя не застала молитва, совершай ее, ибо вся земля для тебя мечеть». Также это священная земля, в которой произошло чудесное путешествие пророка, саллаллаху алейхи вассалям, из Мекки в Иерусалим за одну ночь. Как передает мать верующих Аиша, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был перенесен в мечеть Аль-Акса. Утром он стал рассказывать об этом людям. И некоторые из тех, кто уверовал в него, отступились от веры. Они поспешили к Абубакру ас-саддыху и сказали ему «Не пойти ли тебе к твоему приятелю, у Абубакр?» Он утверждает, что этой ночью побывал в Иерусалиме. Абубакр спросил «Он так сказал?» Они ответили «Да». Абубакр сказал «Если он так сказал, значит это правда». Они воскликнули «Неужели ты веришь ему? Веришь в то, что ночью он отправился в Иерусалим и вернулся еще до рассвета?» Абубакр сказал «Да, я поверил бы ему, даже если бы он сказал нечто еще более удивительное. Поистине я верю вестям, которые он получает с неба утром или вечером». И за это Абубакра призвали ас-саддык. И поистине мечеть Аль-Акса – это минбар пророков, откуда призывалась к единобожью, к поклонению одному Аллаху и отречению от многобожья, как передает Ибн Аль-Харис Аль-Ашари, что посланник Аллаха сказал «Поистине, Аллах дал Яхья ибн Закарии пять заповедей, дабы он соблюдал их сам и велел сыновьям Израиля соблюдать их. Однако Яхья алейхиссалям медлил с исполнением веления Господа, и Аллах внушил Айси алейхиссалям, либо он донесет до них это, либо это сделаешь ты». И Айси алейхиссалям сказал ему «Поистине, Аллах велел тебе соблюдать пять заповедей и призывать сынов Израиля к их соблюдению, и либо ты велишь им делать это, либо вместо тебя это сделаю я». Он сказал «О Дух от Аллаха», имея в виду Айсу алейхиссалям, «Поистине, я боюсь, что если ты опередишь меня в этом, земля проглотит меня или Господь покарает меня». После этого он собрал людей в Иерусалиме, «Храм наполнился людьми, которые заняли все возвышенности». И он восхвалил Аллаха и сказал «Поистине, Аллах повелел мне соблюдать пять заповедей и призвать вас к их соблюдению. Первое из них вы должны поклоняться одному Аллаху и не приобщать к Нему никого и ничего. Ибо предающий ему сотоварищи подобен человеку, который купил себе раба на свои деньги, заплатив за него золотом или серебром, поселил его в своем доме и сказал ему «Работай же и плати мне». А тот работает и отдает заработанное не своему хозяину. Кто из вас желает, чтобы его раб был таким? Поистине, Аллах сотворил вас и дает вам удел. Поклоняйтесь же ему и не приобщайте к нему никого. И он велит вам совершать молитву. И когда вы будете ее совершать, не глядите по сторонам. Ибо поистине, лик его перед лицом его раба, пока он молится до тех пор, пока он не повернет свое лицо в какую-нибудь сторону, он велит вам соблюдать пост. Это подобно истории человека, который идет в сопровождении людей и несет с собой мускус. И сопровождающим его нравится исходящий от него запах. Поистине, запах изо рта постящегося приятнее для Аллаха, чем благоухание мускуса. И он велит вам подавать милостыню. Это подобно истории человека, которого враги взяли в плен, привязав ему руки к шее, повели его вперед, чтобы отрубить ему голову. Однако он сказал, «Я выкуплю у вас свою жизнь, независимо от того, маленьким будет выкуп или большим». И он действительно откупился от них. И он велит вам поминать его. Это подобно истории человека, по следу которого быстро идет враг. Однако он, добравшись до неприступной крепости, укрылся в ней, и враг не смог причинить ему вред. Также и раб Всевышнего. Он лучше всего защищен от шайтана, когда поминает Всевышнего Аллаха. «И я заповедую вам пять вещей, которые заповедовал мне Аллах. Вы должны держаться общины, слушаться и повиноваться, совершать переселение ради него и усердствовать на его пути. Ибо поистине, кто отойдет от общины хотя бы на пять, тот отошел от ислама и остается в таком положении, пока не возвратится к общине. И кто призывает к тому, к чему призывали во времена невежества, тот будет среди собранных в аду. Даже если он молился и постился, призывайте призывом Аллаха, который назвал вас покорившимися ему мусульманами и верующими о рабы Аллаха». И Всевышний Аллах также говорит, что мушрики и иудеи являются злейшими врагами мусульман. Всевышний Аллах говорит, «Ты непременно найдешь самыми лютыми врагами верующих, иудеев и многобожников. Ты также непременно найдешь, что ближе всех к любви к верующим являются те, которые говорят, мы христиане. Это потому, что среди них есть священники и монахи, и потому, что они не проявляют высокомерие. И сегодня мы видим большинство, которые себя называют мусульманами. Они лояльны к иудеям, врагам Аллаха, субханаху ата'аля. Они берут их в друзья, тогда как сам Всевышний Аллах приказал, чтобы мы не брали иудеев и христиан к себе в друзья. Как сказал Всевышний Аллах, «О те, которые уверовали, не считайте иудеев и христиан своими помощниками и друзьями, поскольку они помогают друг другу. Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, то он сам является одним из них. Воистину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей». Действительно, мы все видим, как наши братья и сестры, будучи оставленными остальными мусульманами со всего мира, подвергаются притеснениям со стороны иудеев и прочих кафиров. Пусть Всевышний Аллах защитит наших братьев и сестер и нас от рук кафиров и наставит, пусть Аллах, свят он и велик, наставит всех немусульман и мусульман на прямой путь и закрепит на нем Амин. Субтитры создавал DimaTorzok